Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Вы видите, что священник облачен сегодня в белой одежде, и это говорит о том, что сегодняшнее событие очень светлое событие. И свет этого события прежде всего в самом Христе. Друзья, мы должны понимать, в каком сознании находились апостолы, когда были рядом со Христом. С одной стороны, они видели, как Христос светит всему миру, как Он просвещает всех, и как Он просвещал и их ума, умы и сердца. Но в то же время была какая-то внутренняя тьма внутри самих апостолов. Они не до конца понимали, что Христос делает, зачем Он это делает, что Он говорит, для чего Он это говорит. И вот когда пришли посланники от Марфы и Марии, от сестер Лазаря, чтобы сказать Христу о том, что Лазарь болен, тяжело болен. Христос в это время находился в Вифаваре. Это в 32 километрах от Вифании, место, где жил Лазарь. И вот когда Господь услышал эту весточку, конечно, Он уже знал все, потому что Христос, Он пронизывает чистотой, ясностью Своего ума весь мир. То в этот момент, когда Ганец говорил, что Лазарь болен, то Христос знал, что Он уже умер в этот момент. Ганец об этом не знал. И Христос еще остается на этом месте два дня. И Он говорит Своим ученикам, Лазарь уснул. И тогда ученики, естественно, говорят, но если Он уснул, значит, тогда Он выздоровеет. Раз спит, сон хороший, значит, должен выздороветь. Но Господь говорил о смерти Лазаря. Но называл смерть успением, сном. Но поскольку они еще начали рассуждать об этом, Он говорит напрямую, Лазарь умер, и Я пойду для того, чтобы Его пробудить. И ученики, когда услышали о том, что Он пойдет в Иудею, а Иудея была предельно агрессивно настроена по отношению ко Христу, Центр Иудеи, как известно, это Иерусалим, там, где большое количество фарисеев, книжников, врагов Христа. Но Спаситель говорит очень важные слова, что 12 часов дня, и кто ходит днем, тот не спотыкается, а тот, кто ходит в ночи, тот спотыкается. «Я свет миру», — говорит Господь. Потому что поначалу апостолы отговаривали Христа, чтобы Он шел в Иудею. Но когда услышали эти слова, то Фома говорит, «Пойдем и умрем с ним». Они направились в Вифанию для того, чтобы Сын Человеческий прославился, как Господь говорит, что это будет для прославления Сына Человеческого. Что может больше всего прославить Бога? Конечно, воскресение мертвого человека. Что мертвый человек — это мертвый человек. И даже если весь мир соберется для того, чтобы воскресить мертвого человека, он не сможет. А Христос скажет только несколько слов, и Лазарь встанет. Вот когда они пришли в Вифанию, Марфа, она такая очень энергичная женщина. Помните, еще раньше мы встречались с ней на страницах Евангелия, когда она старалась, суетилась на кухне. А вот Мария сидела у ног Христа и слушала Христа. И она такая была женщина, энергичная, может быть, суетная, и даже стала немножко упрекать Христа и говорить, «Господи, почему Ты ничего не делаешь? Почему Мария мне не помогает?» И Господь, помните, ей сказал, «Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозе». Он не запретил ей трудиться. Он сказал, «Ты слишком много суетишься, печешися и говоришь слишком много». Но вот когда она узнала о том, что Христос подходит к Вифании, то она поспешила из дома, где все были в трауре, потому что уже четвертый день Лазарь был в гробнице. Она побежала ко Христу и говорит, «Господи, если бы Ты был здесь, Он бы не умер». Может быть, это упрек. Мы сейчас точно не можем знать, но Господь говорит, Он воскреснет. И тогда она может быть где-то разочарована. Да, говорит, я знаю, что Он воскреснет в последний день. Но как бы все знаем о том, что будет воскресение из мертвых. А Господь говорит, «Нет, Я воскрешение и жизнь». И я Его воскрешу сегодня. Ты самое главное, имей веру. И вот она побежала к Марии, чтобы сказать ей потихоньку об этом. Потому что в доме, где жили Марфа и Мария, было много утешителей разных. Иудеи собрались и там причитали, утешали как могли. И она подошла тихонько и сказала, «Учитель пришел». И вот она потихоньку собралась. Но иудеи все равно увидели, что она ушла, и подумали, что она на гроб пошла. И поэтому пошли опять утешать ее. Но она пришла ко Христу. Они все увидели, что Христос здесь. И тогда они направились. Она тоже, кстати, сказала, «Ну, если бы ты был, Господи, здесь, то брат наш не умер». Видимо, они уже сговорились, думали об этом. Вот если бы Христос был в эту минуту сейчас здесь, то наш брат не умер бы. И вот поэтому они начали ему высказывать по слабости, по немощи. Но правда, когда она увидела Христа Марии, она была, может быть, более такой, знаете, сосредоточенной женщиной. Она больше слушала Христа. Она умыла ноги ему своими волосами. И мира возлияла на него. И когда она увидела Христа, то она упала в ноги ему, что не сделала Марфа. А Мария упала в ноги, поклонилась Христу. И вот тогда Христос спрашивает, где он. Ну, конечно, ему говорят, что он во гробе. И уже четверодневен, смердит. Господь говорит, «Откройте мне». И вот когда открыли, Спаситель только сказал к Отцу Своему, «Благодарю Тебя, Господи, что Ты меня услышал». И сказал, обращаясь к Лазарю, «Лазарь, Тебе говорю, гряди вон, то есть выйди из этой пещеры». И мы, когда смотрим на икону, мы видим, в этом черном зеве пещеры стоит как куколка, весь обмотан пеленами, четверодневный Лазарь. И как сказано в стихе церковном, что он чудом, чудо уверяя. Что это значит? Это значит, что он, первое чудо, которое совершил, совершилось над ним, это то, что он воскрес, а второе чудо, то, что он вышел сам, несмотря на то, что он был весь обмотан этой пеленой. То есть он сам бы не смог идти, то есть каким-то чудом он вышел. Но все-таки Господь говорит, освободите его от этих пелен, когда он вышел. Вы думаете, что все поверили? Все прославили Бога в этот момент? Нет, не все, братья и сестры. Многие еще больше возненавидели Христа за то, что он совершил это величайшее чудо. И, как говорит нам Писание, они хотели убить его, то есть Христа. И не только Христа, но и Лазаря хотели убить, потому что Лазарь был живым свидетельством силы божественной нашего Господа Иисуса Христа. Давайте мы сейчас вот о чем поговорим в двух словах. Есть воскрешение из мертвых Господом нашим, и будет воскресение нашего Господа, Он воскреснет из мертвых, и будет всеобщее воскресение. Чем они отличаются друг от друга? Все эти воскрешения, которые Господь совершал, помните, и дочь Иаира, и сына Иерихонской вдовы, и вот сейчас Лазаря, он на разных стадиях смерти воскрешал. Дочь Иаира воскресил, как она только умерла. Можно сказать, еще теплая была. А вот уже сына Иерихонской вдовы уже первый день был смерти, потому что на Востоке хоронят в первый день, и мусульмане, и православные, и все иудеи, все хоронят в первый день. Только в русской православной церкви хоронят на третий день. А везде хоронят в первый день. Умер человек, и в этот же день хоронят. И вот выносили, когда тело сына в первый день, тоже Спаситель воскресил. А вот Лазарь уже был в гробу, уже четыре дня он был в гробу. И уже распространялось зловоние от разлагающегося тела. То есть на разных степенях, как бы ступеньках, скажем, смерти Господь воскрешает умершего. И все видят, как это происходит. Почему? Потому что Господь воскрешает мертвого для этой жизни. Все они вернулись к этой жизни, а потом еще раз умерли. Но Спаситель, когда воскреснет, это будет совершенно уже другое воскрешение. Когда Он воскреснет, никто этого видеть не будет. Ни ученики этого не видели, ни жены мироносицы, ни солдаты, которые стерегли гроб. Никто не увидит воскресение Христа. Мы только знаем о том, что Он воскрес, потому что Он являлся Своим ученикам после воскрешения. И Он воскрес, то есть Христос, не для этой жизни, не для того, чтобы вернуться в эту жизнь, как Он вернул Лазаря, потому что Лазарь после этого еще стал епископом кипрским, китийским. И там гробница его находится на Кипре. И написано на этой гробнице, здесь лежит друг Христа Лазарь. Так вот, Лазарь потом умер. Мы знаем два гроба Лазаря. Первый в Палестине, в Израиле, а второй на Кипре. А вот Христос Он воскрес для того, чтобы не умирать уже, для того, чтобы возглавить новое человечество, будучи новым Адамом. И его тело уже не болеет, не страдает и, соответственно, не умирает. А тело Лазаря, оно и болело, и старело, и умерло после воскрешения. И когда мы посмотрим на гробницу Христа, то мы увидим, что открыли ангелы эту гробницу, но не для того, чтобы вышел Христос из этой гробницы, а для того, чтобы туда могли войти жены мироносицы и апостолы, чтобы увидели, что там нет Христа. И плащаница, она была такой же сложенной, вот в таком же состоянии, когда Христа обматывали вот этой плащаницей. И поэтому Христос, Он, когда воскрес, Он прошел сквозь эту плащаницу. Знаете, как, ну с чем можно сравнить? Можно сравнить, если вы возьмете тканью, обвернете лед, и лед растанет, и вода вытечет. То есть, вот в таком же сложенном, свернутом состоянии останется эта ткань, но сквозь нее вытечет лед. Вот так и Христос, Он прошел, когда воскрес, Он как свет, Его тело стало светоносным, и оно прошло сквозь эту плащаницу. Помните, Он потом проходил сквозь стены и являлся ученикам своим, когда они собирались еще в страхе. Он являлся им, и они даже поначалу не могли до конца поверить в это. И уже воскресение из мертвых будет для всех таким, что уже никто после этого воскресения не умрет. Но вот что самое главное нужно отметить? Есть две смерти и есть два воскресения. Об этом нам говорит апостол. Первая смерть это телесная смерть. Каждый человек умрет телесной смертью. А есть духовная смерть, когда человек через свое грехопадение, через нераскаянность в своих грехах его душа умирает. Вот это самая страшная смерть. И есть воскресение духовное, когда человек духовно воскреснет, то есть он обретет Христа и душа его преобразится, а потом воскреснет и тело. И вот когда Христос стоял у гроба Лазаря, он заплакал. И вот здесь у нас возникает вопрос, а почему он заплакал? Потому что Священное Писание нам говорит только о двух случаях, когда Христос заплакал. Когда будет входить Иерусалим, он заплачет и у гроба Лазаря. Некоторые скажут, ему так было жалко Лазаря, что он заплакал. Нет, это неправда. Так сказали иудеи. Смотрите, вот они увидели слезы Христа. Говорит, смотрите, как он его любит. Вот он заплакал. Мы именно так воспринимаем. А Христос нет. Когда он узнал, что Лазарь болен, он же мог бы пойти и исцелить его. Но Господь говорит, что то, что он сделает, это будет для славы Божьей. Следовательно, слава Божия – это радостное событие. Отчего же Христос плакал? И помните, он говорил матери Иерихонского сына умершего «Не плачь!» А тут он сам заплакал. Почему он заплакал? А потому, что он видел вокруг себя мертвых людей. Лазарь был, можно сказать, самым живым человеком среди всех. Мертвые были вокруг, были вот этой самой страшной смертью мертвые, душами своими. И они не понимали ничего. Даже Марфа и Мария и то не верили. Они говорили о каком-то будущем воскресенье, но они не верили, что рядом с ними он воскресенье жизни и свет. И он плакал о том, что души человеческие каменные. И когда в Иерусалиме он плакал, когда все радовались, все ликовали, думали, наконец-то они получили царя, который может решать все проблемы земные. А он в этот момент плакал. мы видим на каких разных уровнях, плоскостях жизни мы живем. То, что радует Христа, то нас печалит, что нас печалит, то радует Христа. мы не можем понять его. Конечно, один проповедник замечательную вещь сказал. Он говорит, если бы Христос не обратился в этот момент по имени к Лазарю, Лазаре, выйди вон, а просто сказал мертвецу, выйди вон, то тогда все мертвецы, которые были на том кладбище, они все вышли бы. Потому что все повинуются голосу нашего Господа. Но здесь обращается Господь именно к Лазарю, Лазаре, выйди вон. Кстати, у нас даже было такое слово, сейчас оно почти ушло из обихода, называется лазарет. Лазарет это место, где больные люди, но надеются на всеобщее воскресение из мертвых. И раньше всякий, кто приходил в лазарет, он всегда вспоминал про четверодневного Лазаря, вот о том, что милость Божия может коснуться и его в том числе, потому что он лежит вместе с Лазарем. Ну вот, братья и сестры, о чем мы должны поразмышлять, потому что сегодняшнее воскрешение Лазаря это знамение всеобщего воскресения из мертвых. Это знамение Христа как победителя, как победителя самого главного врага. Помните, как апостол Павел говорит, главный враг и последний враг человека это смерть. Так вот, Господь победил главного врага смерть. Самое главное верить братья и сестры, верить в его неизреченную любовь и милосердие и участие в жизни каждого человека. Пусть Господь всех хранит. И сегодня мы продолжим богослужение в 16 часов входа Господня в Иерусалим, потому что между собой эти события очень тесно связаны. Завтра Литургия Божественная 8.30 Храни Господь.